Как хорошо, что есть в нашем мире женщины, умеющие, способные подарить материнскую любовь не только родным детям, но и приемным. Вот такая и есть наша героиня. Скромная, добрая, светлая, вся такая уютная Мария Козлова. Решение прийти на работу в дом семейного типа принимали вместе с мужем. Понимали, ответственность огромная. Ведь это как билет в одну сторону. Детей ты обратно не вернешь, грех великий. Посулить счастье, да обмануть. Сегодня в семье Марии Андрея Козловых девять детей. Семеро неродные, но такие родные и любимые. Большая у нас семья. Детки все такие светлые на самом деле. Все такие разные, интересные, умненькие. Они такие помощники, такие молодцы. Во всем стараются на самом деле. Стараются и ничем не обидеть ни маму, ни папу. Хотела бы сказать, что детки замечательные. Я бы не сказала, что тяжело. Вы знаете, оно интересно. Оно интересно, потому что каждый ребенок, он что-то такое свое несет, открывает. Как-то мыслит так интересно, даже учит чему-то от нас, взрослых. Семеро детей. Четыре мальчишки и три девчонки. А еще в большой семье есть кролик, морская свинка, собака, кот. Всем места хватает. Дом очень уютный, комфортный. В каждой комнате порядок. Ребята умеют его поддерживать. Но и художественный беспорядок тоже может быть. Дети есть дети. Ребята привыкли сами себя занимать. Читают друг другу книжки. Вместе собирают пазлы. Висят на турнике, соревнуются, кто дольше. У девчонок есть куклы. Каждый находит себе занятие по душе. Мы здесь всегда играем. Если мы что-то домашнее не понимаем, мы просто подходим к родителям. Мы у них спрашиваем. Они нам помогут с английским, русским, со всеми предметами. Ну вот ты так сейчас задумалась, и глазки такие со слезками. Хорошо тебе здесь? Да. Мама с папой хорошие. У них есть две дочки. Марина и Лиза. И, наверное, уже теперь и третья есть, и четвертая, и пятая. Куча. Куча, да. Как живет сад? Хорошо. Весело? Люблю с мамой, маме помогать. Мыть посуду, там, всякого. Это самая моя любимая зона. Ты хозяюшка, что ли? Угу. Как живется? Нормально. Привык, привыкли уже. А давно ты здесь? Месяц назад. Месяц назад. Так совсем недавно вы приехали сюда? Ну вот первое свое впечатление в этом большом, уютном, красивом доме? Не знаю. Сначала не мог привыкнуть. Скучал? Ну, так. Уже привык, но скучал. А как вот маму, которая здесь? Как она тебе? Нравится? Почему? Не знаю. Если что-то не понимаем, подойдешь, спросишь, она все скажет, поможет. В большой православный праздник, покров Пресвятой Богородицы и в День Матери в гости в Дом Козловых приехали гости. Представители компании Санта-Брэмор. С подарками, вкусными и полезными. Ароматные блинчики пришлись как нельзя кстати. Мороженое на десерт. За красиво накрытым столом собрались, чтобы обсудить, как будут маму поздравлять. Кстати, с нами по секрету поделились одним пожеланием. Я хочу, чтобы у нее все получалось, чтобы она всех любила, чтобы у нее все было хорошее и она была самая лучшая. Ждали гостей в доме на улице Высокая. Дружная компания была вся в сборе. Настоящий детский сад. Кто на роликах гонял, а кто с лабрадором играл. Шумно, весело, дружно, под присмотром мамы. Гостей встречали всей компанией. Артурчику два года. Он недавно у нас. Правда, Артурка? Есть его здесь и сестричка. Рядышком в доме есть еще двое братиков. Вы знаете, в нашем Ленинском районе четыре дома. Четыре детских дома семейного типа. Воспитываются в них дети со статусом. Это их 23 человека. 23 ребенка. Действительно человека, потому что мы их определили в семью. Здесь они учатся, здесь они познают мир. То, что они не могли увидеть в родительских семьях, увы, видят здесь доброту, тепло, семейный быт. У них есть мама. У них есть мама. Это самое главное. Санта-Бремер – компания, которая не безразлична судьба детей. Они не остаются равнодушными к проблемам. Они дарят радость, они заботятся и поддерживают. И акция «В день матери» – еще одно тому подтверждение. Компания «Бремер» на протяжении всей своей истории поддерживала людей, реализовывала различные социальные инициативы. В первую очередь мы поддерживаем проекты, которые соответствуют нашей миссии – делать жизнь людей лучше. И, конечно же, в этот день, день матери, я сама как мама, и нам было очень приятно видеть эмоции этих деток. Конечно же, хотелось поддержать семьи. И, возможно, мы надеемся, наша продукция каким-то образом поможет, чтобы их и завтраки, и обеды, и ужины были еще вкуснее, и маме было проще готовить. Ну и, конечно же, эмоции детей – это самое главное. Поэтому мы стараемся, если есть необходимость, быть рядом и поддерживать и вот такие проекты в том числе. Мы, взрослые, называем эти дома домами семейного типа, но для детей это семейный очаг, которого, по сути, у них никогда не было. Имея родных мам и пап, они – дети-сироты. Парадокс мирного времени и только великая любовь, согласие и мир в семье сделают этих ребятишек счастливыми. И все вышесказанное зависит от женщины, от матери, от ее заботы и ласки. Мне хочется, знаете, такой гармонии, чтобы у детей в душах была гармония, светло, тепло, радость, чтобы они не знали бед в этой жизни, никаких неприятностей, чтобы их это не касало, чтобы никак они не встречали недобрых людей, чтобы только вот именно добрые люди всегда их окружали. И очень хотелось бы, чтобы они в мир тоже несли бы добро. Лариса Осмолович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.